Всем привет! Я достаточно часто слышу такую историю, что современным джунам практически невозможно найти работу. То есть довольно трудно устроиться на какое-то подходящее место, где вы можете получать деньги, развиваться и так далее. Ведь все хотят простых, понятных вещей. Зарабатывать деньги, содержать семью, развиваться как-то в карьере или нет. Я даже сам об этом снимал видео, где рассказывал о том, что современным джунам достаточно тяжело в этом плане. Им достаточно тяжело найти первую работу. А если даже не нашли первую работу, и она вдруг как-то там разорилась или еще что-то, да, компания, то потом найти вторую работу тоже бывает сложно. Ну и вообще, мы сейчас все вроде как в кризисе находимся, да. И на фоне этого развилась такая интересная штука, как вранье в резюме. Есть даже целая стая, которая пропагандирует осознанную меркантильность, типа ребята, ваша жизнь одна, врите как можно больше, вас возьмут, какая разница, собеседование это все херня, но на самом деле ничего не определяет. По сути, вам нужно просто соврать, чтобы вас взяли на работу. Ну давайте, собственно, попробуем разобраться вообще, насколько это имеет право на жизнь, и вообще, насколько это валидная история, врать в резюме, приписывать себе года, или вообще как-то вот, ну, указывать какой-то несуществующий опыт, да. И, собственно, чем это отличается и отличается ли вообще от приукрашивания. Навредит ли вашей будущей карьере то, что вы сегодня врете в своих резюме, и стоит ли так делать. Давайте в этом всем разберемся, с вами Алексей Гладков, канал Mobile Developer, я уже больше 10 лет занимаюсь мобильной разработкой, поэтому наливайте себе чай, кофе, во всем сейчас разберемся, устраивайтесь поудобнее и поехали. А начнем мы, собственно, с того, что такое вот это вот самое мошенничество в резюме. Сейчас, собственно, предлагаются два варианта. Первый – это приписать себе опыт, ну, то есть указать, что ты, допустим, там не один год, да, работал или ноль лет работал после, вот, выхода с определенных курсов, а работал, например, там, 3-4 года в интернете, вот, полной историй, вот, вот, можете их увидеть, ну, поставьте на паузу, прочитайте, полной историй, которые люди пишут свои благодарности, что они вот добавили себе 2 года, 3 года в резюме. После этого успешно прошли собеседование и теперь, теперь трудятся. Что я, собственно, думаю, так как мне в том числе приходится постоянно нанимать людей, то есть мне приходится проводить собеседование, я провожу достаточно много собеседований реальных разработчиков, в том числе и на позицию стажера, и на позицию джуна, хотя, честно говоря, на джуна достаточно редко это бывает, это либо стажер, либо сразу мидл и синер. И, казалось бы, ну, где грань, да, я же вышел из курсов, я же молодец, то есть я уже, в принципе, обладаю всеми необходимыми знаниями, и вот мы видим даже есть истории, где люди проходили собеседование. Почему я не могу так сделать? На самом деле много интересных факторов. Первый и самый важный, с моей точки зрения, фактор, о котором мы с вами сегодня поговорим, это такая замечательная наука, как теория игр. Если вы не сталкивались, то я рекомендую вам посмотреть видео замечательного математика Алексея Саватеева, который на ютюбе рассказывает, что такое теория игр. Но, опять же, я уверен, что вы не побежите сейчас смотреть это видео. Теория игр – это такая наука, которая говорит нам о том, как люди будут, ну, как, вернее, система будет вести себя при условии, что люди в ней будут действовать тем или иным образом. То есть это попытка формализовать поведение людей и сделать его каким-то более предсказуемым. То есть понять, какие результаты мы достигнем в случае того, если люди тебя будут вести тем или иным образом. В этой вот теории игр есть такая знаменитая задача заключенного. Если посмотреть двух заключенных и дать им такие следующие указания, что если он тебя сдаст, то ты получишь двадцатку, а он там либо выйдет на свободу, либо получит минимум. Если вы никто ничего не расскажете, вы каждый получите по пять лет. И если вы расскажете, заложите друг друга, то вы каждый получите по двадцать. В таком случае, естественно, лучше молчать. Это, ну, лучшая стратегия, потому что если ты сдашь своего сокамерника, и он тебя сдаст, вы получите по двадцатке. И поэтому очень многие заключенные, они в любом случае молчат. То есть тут уже более сложная система. В основном молчат. Почему? Потому что если вот такие правила действуют, то вы в этой системе находитесь в выигрыше. Ну, как бы относительно в выигрыше. Да, возможно, вас не отпустят чуть пораньше, но вы, по крайней мере, не сядете на двадцать лет. И вы оба про это знаете. В реальной жизни, естественно, все бывает по-разному. То есть есть разные стратегии. И теория игры рассматривает именно стратегии, какие могут быть. То есть ты можешь сдать своего сокамерника, ты можешь промолчать, да, и он может сделать то же самое. И вот они смотрят там, например. Оба сдали, да, вот это в этом квадратике будет двадцать. Ты сдал, он не сдал там. У него 20, у тебя 0, допустим. Тут у тебя 0, у него... У тебя 20, у него 0, потому что тебя сдали. А тут у вас у обоих, например, 5. И вот есть разные стратегии, да, и вот теория игры на этом и занимается. И много, на самом деле, что сделано на теории игры. Например, дорожное движение. Это прям вот классическое применение теории игр, когда появляются какие-то объездные дороги, например, и все начинают туда ехать, да. Ну, например, была трасса, которая затруднена движение, появляется объездная дорога, все начинают по ней ехать, по умолчанию, потому что, ну, как бы, все знают, что там быстрее, и в итоге там образуется пробка больше, чем на основной дороге, и те, кто поехали по основной дороге, проехали быстрее, чем те, кто поехали по объездной, да, потому что, ну, там, там, в свою очередь, образовалась пробка. Либо, наоборот, ситуация. Есть, например, прямая дорога 5 километров, есть объездная 20 километров, да, и, ну, по объездной никто не едет, все едут по прямой, поэтому на прямой дороге пробка, а на объездной никого нет, если бы ты поехал, ты бы реально уехал, ну, доехал до своей точки быстрее, несмотря на то, что там 20 километров. Вот, собственно, Тео Игорь, она говорит нам о том, что кооперация в замкнутой системе, она, как правило, приводит к выигрышу всех участников. Что это значит? Если мы говорим про замкнутую систему, а, ну, в некотором смысле, наша планета – это замкнутая система, да, все люди на Земле, но если мы возьмем чуть более замкнутую систему, а именно российское государство, и в ней еще чуть более замкнутую систему – это, условно, наш IT, да, назовем его вот так, то если мы в целом будем все, ну, в каком-то смысле стараться, да, то есть делать эту систему лучше, она станет лучше. Вроде тупая мысль, очевидная, но, как мы видим, очевидная далеко не всем. И здесь интересный момент, то, что, опять же, в теории игры мы можем говорить об игре с ненулевой суммой и об игре с нулевой суммой. Что это значит? Нулевая сумма – это очень просто. Есть, например, шоколадка, и вот вы с женой, да, и если ты съешь больше шоколадки, она съест меньше, и наоборот, соответственно. Но это вот строго, то есть, если ты получишь больше, кто-то получит меньше. Шоколад ни в чем не виноват. Вы в сумме получите одну шоколадку. Как ни двигай ваши доли, да, вы в сумме получите одну шоколадку. И с ненулевой суммой – это когда речь идет про синергию, это когда 1 плюс 1 равно 11, да, а не 2, когда от того, что вы взаимодействуете, от того, что вы кооперируетесь, становится всем сильно лучше. И вот один известный такой достаточно математик, один из моих любимейших, Джон Нэш, сформулировал то, что правильные стратегии будут действовать не только в интересах себя, но раньше считалось, вот до определенного времени считалось, что лучшая стратегия, да, это действует только в своих интересах, потому что если каждый будет действовать в своих интересах в системе, то в итоге все от этой системы выиграют, потому что в ней все будут счастливы, и все от этого, соответственно, выиграют. Потому что все счастливы в системе, иначе система тоже в целом в плюсе. А вот он как раз предположил то, что нужно действовать не только в интересах своих, но и в интересах группы. Ну и там дальше вывел определенные уравнения, это сейчас не суть важна, да. Смысл в том, что если вы действуете не в интересах группы совсем, то есть только в своих интересах, это на самом деле приводит к тому, что страдает от этого вся группа, и вы как часть этой группы в том числе. Зачем я все это очень долго-долго рассказывал? Мы говорим о том, что у нас появляется определенное движение, движение, которое подделывает себе возрастая и так далее. Поскольку речь идет о некой замкнутой системе, то люди, которые сидят с той стороны, то есть такие как я, да, такие люди как я, другие темлиды, которые нанимают, они рано или поздно поймут, что их пытаются обмануть. И по разным причинам, таким как, ну и на самом деле уже понимают, потому что я же тоже кручусь в этом, я записываю вам это видео, значит я в курсе, да, и в курсе другие темлиды, естественно. И тут интересный факт на самом деле начинается, потому что если бы кто-то один или другой там смошенничал, это одно дело, а когда это начинает становиться массовым, речь идет уже о явлении, соответственно с этим явлением будут бороться. По разным причинам. Одна из причин такова, что, ну, просто вы врете работодателю, то есть о каких софт-скиллах, о каких доверительных отношениях может идти речь, если вы врете работодателю сходу, да, ну это как если бы примерно вам работодатель говорил, что он будет вам платить, ну условно там 50 тысяч, а в итоге платит ноль. Есть такой канал, все работы хороши, там, например, очень много таких историй рассказывается, и это неизменно вызывает у всех возмущение, ах, они сволочи там и так далее, не платят людям деньги, хотя обещали. Хотя на самом деле это ничем не отличается от такого же вранья в собеседовании, ну, в резюме вернее. Это первый момент, момент такой, ну, скажем так, этический, никто не любит, когда им врут, да, тем более у вас еще не начались даже трудовые отношения, а вы уже врете. Второй момент, это, ну, реально палится на собеседованиях, то есть я уже парочку человек, которые вот так вот себе пририсовали, пару человек я уже отправил, скажем так, искать вольные хлеба в других местах. То есть это видится, это, ну, толковый тимлид, в принципе, в большинстве, наверное, случаев распознает, я не говорю, что это 100%, но, я думаю, с высокой долей вероятности распознает. И вот у меня, соответственно, как у тимлида, это вызывает, ну, некоторое раздражение, да, то есть я пришел, я потратил время, ну, мое время достаточно дорого стоит, то есть определенно там час-полтора. Человек пришел, скорее всего, с нами пришел рекрутер, возможно, мы пришли не один, да, ну, я пришел не один, мы ходим обычно парами, ну, я пропагандирую, скажем так, подход, да, такой, чтобы ходить парами, потому что один человек может быть не объективен на собеседовании, а два, соответственно, это уже, ну, чуть более объективная картина. Соответственно, два человека пришло, пришел еще рекрутер, и вдруг мы выяснили, что ты нам просто, ну, наврал, ну, как минимум, я тебя запомню. То есть я таких людей запоминаю, и в следующий раз, а люди же, как правило, ходят по разным компаниям, в следующий раз может так получиться, что тебе это сыграет, ну, скажем так, злую шутку в отложенной перспективе. То есть, например, ты действительно неплохой парень, ты действительно развиваешься, ты умный и так далее, но когда ты станешь синером, да, ты потом встретишься, например, ну, условно со мной, я условно говорю, потому что такие истории в чате писали, ну, про это же писали люди из других компаний. Ты встретишься, например, со мной или с кем-то еще, и человек вспомнит, что ты тогда ему наврал, и по этим причинам, ну, просто именно из-за софт-скиллов, из-за того, что ты, ну, таким вот промышляешь, не будет тебе доверять, да, и, ну, возможно, не порекомендует тебя на какую-то позицию. Это может тебе потом сыграть. Но, допустим, ладно, шанс этого не очень большой, то есть есть причины объективные, да, это вот первое, то, что это, ну, неэтично, второе, то, что это палится и тратится время, а третье, это то, что даже если ты умудрился пройти какой-то фильтр, ну, не знаю, там, темлит был задолбанный, или он собеседовал, не он тебя лично отправил кого-то, ты смог человека убедить, то на работе, на работе это все очень сильно всплывает. В этом, собственно, и отличие, то есть тех же самых медлов, синеров и так далее, в том, что у них есть уже какой-никакой реальный опыт, и они уже знают, на что они идут, да, и их это, по крайней мере, не шокирует. А вот людей, которые вышли из курсов, нарисовали себе три года, ни разу не видели реального боевого проекта со всеми его приколюхами, да, ну, для них это, конечно, будет тяжело. И в том числе это иногда приводит к тому, что людей увольняют, а это еще тяжелее для работодателя, потому что, ну, это всегда проблемы, это какие-то определенные отступные и так далее. Соответственно, есть причины, и они достаточно объективные, почему работодатель с такими людьми дело иметь не хочет. Что, ну, к чему это, соответственно, приведет, по моему мнению? Ну, это как кривая, знаете, вот это есть кривая, которая, типа, есть с одной стороны меч, а с другой стороны щит. И вот у тебя более сильный меч, более сильное оружие, появляется более сильный щит. И тут произойдет то же самое, и на самом деле оно уже происходит. То есть работодатели начнут защищаться от таких людей. Способы защиты могут быть совершенно разные. Черные списки, ну, то есть, это же не новая история, на самом деле, да. Такой штукой страдают, на самом деле, практически во всех отраслях, а не только у нас. И, собственно, с точки зрения вот именно меня, как разработчика, для меня это деградация системы в том плане, что я не хочу работать с, ну, с мошенниками, да, вот с такими вот чуваками. Я ничего общего с ними даже иметь близко не хочу. Они, к сожалению, идут. Ну, это, собственно, говорит просто только об одном, о том, что наша система становится все шире и шире, все больше и больше людей в нее вовлекается, в IT. И, соответственно, они вот начинают привносить какие-то в том числе и нехорошие вещи, да, из более широкого комьюнити. То есть более узкое комьюнити, оно всегда такое чуть более, ну, что ли, рафинированное, подвержено правилам, какое-то более интеллигентное, просто за счет своей узкости. То есть туда трудно попасть, поэтому там уже на входе есть серьезный фильтр, и попадают только те люди, которые, ну, вот, там, обладают какими-то высокими когнитивными способностями. Как только фильтр начинает становиться все шире и шире, да, туда попадают все подряд, соответственно, это могут быть не только хорошие люди, но и плохие. Вероятность этого существенно выше становится. И, на мой взгляд, это то самое, что происходит в IT. То есть когда вы начинаете рекламировать свои курсы уже натурально, там, не знаю, домохозяйкам, слесарям и так далее, ну, очевидно, что вы создаете этим намного более широкую базу людей, которые могут, ну, как минимум, IT заинтересоваться в IT, скажем так, прийти. Но, ладно, это такое небольшое отступление, то есть это, на мой взгляд, причина, почему такие явления стали образовываться. Ну, естественно, такие, как Антон Назаров, да, они не придумывают ничего самостоятельно, они просто возглавляют, ну, скажем так, некоторые движения. То есть, очевидно, такие люди есть, очевидно, что они будут, что их будет все больше и больше, а он просто, ну, это, естественно, движение возглавил для того, чтобы, не знаю, там, набрать себе хайпа, набрать себе, ну, в общем, набрать себе, неважно, то есть он явно не для вас старается. У него мотивация не такая, что, блин, я сейчас всем покажу светлый путь в IT. Нет, естественно, он старается для себя. Надеюсь, это хотя бы всем очевидно. И, собственно, в этом ничего плохого нет, то есть, как бы, ну, просто людям, наверное, хочется верить в то, что кто-то там для них что-то сделает. Нет. Так вот, люди начнут, ну, компании начнут этому сопротивляться. Есть разные способы, я уже говорил, это черные списки, это проверка, ну, какая-то более, там, автоматическая, да, то есть уже будут HR обзванивать ваши компании. Это наличие сопроводительного письма, наличие рекомендаций и, на самом деле, один из крутых фильтров, который срежет просто большинство людей, это просто на входе требовать высшее образование техническое. И если у тебя нет технического высшего образования, до свидания, как бы, ты нам больше не нужен. Если вы думаете, что это нереальная история, то, окей, я с вами спорить не буду, как говорится, поживем-увидим. В Амазоне, вот новость, уже на позицию стажера и на позицию джуна требуют высшее образование. И это не просто так, ну, то есть, вот тут вот момент, который мне очевиден и понятен. Людей трудно в этом винить, ну, в смысле, не в том, что они хотят смошенничать, потому что, ну, у этого, как сказать, нет оправдания. Вот, а у нас нет возможности, а вот почему вы такие прошли и не даете другим... Окей, ну, это звучит примерно так же, вот он зашел в подъезд, такой богатый, он родился с такими богатыми родителями, господин судья, как я мог не ударить его по башке и не отобрать его телефон? Ну, то есть, то, что система несправедлива, это не значит, что, если вы начинаете в ней мошенничать, вы такой Робин Гуд сразу же и хороший человек. Нет, вы просто такое же говно в этой системе, как и вся система в целом. Ну, с моей точки зрения, это не оправдание. Но, я могу понять то, что происходит. IT, это действительно такая отрасль, которая позволяет, ну, скажем так, зарабатывать очень хорошее, ну, не то, что хорошее, херительные деньги по меркам России. Так это вообще, ну, там, перепад между топовыми разработчиками и теми же топовыми врачами достаточно серьезный. При этом это сохраняется в том числе потому, что эта система достаточно, ну, скажем так, узкая, да, то есть, это такие вот зарплаты. И дальше, я уже про это много раз говорил в разных видео, но еще раз повторюсь, что с увеличением, ну, тоже в комментариях иногда пишут что-то типа, да, он просто там боится конкуренции и так далее, люди не понимают очень простую вещь. С увеличением вот этой конкуренции хорошие специалисты, которые проходят все вот эти вот заградительные барьеры по 8 собеседований и так далее, те, которые обладают определенным весом в комьюнити, ну, то есть, когда про них уже знают все, да, то, что они специалисты, они ценятся еще больше, они становятся еще дороже, потому что их не надо возить через вот это все, и для них не надо вот эти забеги устраивать, ты точно знаешь, что ты возьмешь человека, который работает. И это тоже часть теории игр на самом деле. Стоимость поиска ценного специалиста резко увеличивается, а чем больше людей становится, и еще с учетом того, что они начинают врать, стоимость растет просто радикально, то есть, вам уже не просто нужно провести одно собеседование, где бы по душам поговорить с человеком, и такие, ну, вроде подходит, вам теперь нужно проверить, что он вам не соврал, что у него есть какое-нибудь высшее образование, что у него есть реальный опыт, да, там, ну, и так далее, так далее. То есть, вам нужно миллион заградительных барьеров сделать. И в этом случае ценность специалистов, для которых этого всего не нужно, то есть, вы уберете точно уверенность, что он ценный, она возрастает просто, ну, там, космически. Соответственно, я точно не стану меньше получать. Наоборот, мне даже выгодно, чтобы это все происходило отчасти, ну, с точки зрения теории игр, потому что я стану получать от этого только больше. Плюс, опять же, из-за того, что люди, ну, идут в эту сферу, да, я могу, там, курсы продавать, всякие, и так далее. Это мне в любом случае принесет профит. Перебалансировка системы, то есть, система, она подстроится под это, это ударит в первую очередь. Ну, естественно, это ударит по тем, кто мошенничает, потому что с ними непосредственно идет борьба. То есть, людям придется не только пририсовывать себе два года, но и, там, просить товарищей, чтобы они потом подтвердили, да, что они в этой компании работают. Ну, если начнут прям компании проверять, то вообще будет, конечно, тяжело в этом плане. Это еще и таким образом усилит, скажем так, проблему вот этих вот джунов в айтишников с курсов. То есть, с моей точки зрения, это вообще все приведет к тому, что просто ведут цен в виде высшего образования или в виде еще чего-то такого очень серьезного, то, что требует, там, государственного участия, наличие подтвержденного сертификации, пяти лет опыта, там, обучения, да, и так далее, и так далее. Вы, может, сколько угодно мне говорите, что высшее образование неэффективно, вас там ничему не научили и так далее, но это подтверждено специальным государственным реестром, в который очень сложно относительно курсов внести какую-то неправдивую информацию. Созгласитесь, что сложнее, поменять государственный реестр или в вашем резюме добавить себе три года? Я думаю, очевидно. Это пять лет определенных занятий, что тоже выдержит не каждый, да, это, возможно, где-то деньги очень большие, потому что за пять лет не все могут поступить, да, за пять лет надо заплатить, и это определенная пропускная система, то есть вузов быстро, ну, много не открыть, не нашлепать. Это довольно сложный процесс. В отличие от курсов, которые любой Васян, вон, я от все того же Назарова видел рекламу курсов, просто пи*** какой-то, это вот просто не выскажешь, ахренеть, там, чуваки даже не работали сами, или работали, ну, что-то типа год, и они уже открывают курсы. Ну, камон, серьезно, чему они могут вас научить, вот реально, вот, по существу, да? Ну, это просто фильтр, который срежет вот этих вот всех товарищей, и помимо того, что он срежет людей, которые мошенничают, которым действительно не место войти, потому что они туда пришли за бабками, и они, ну, в самом себе в этом ничего плохого нет, но плохо то, что они при этом ничего не умеют и не хотят уметь, да, то есть они пытаются максимально халявным путем выдрать себе деньги, действительно не принося никакой ценности. Помимо вот этих людей, это срежет людей, которые, например, не получили вышку, но талантливы, да, то есть они могли бы работать в IT, я таких знаю. Это срежет те, кто действительно честно работает, пытается там что-то выйти, как-то, ну, ему интересно программирование и так далее. То есть для них путь закроется, и вот это будет уже, на самом деле, очень, ну, такая неприятная история, и это вот та ситуация, людям, которые в ней участвуют, это в том числе потенциальные в IT-шники, они от этого пострадают. От этого не пострадают те, кто работают вот на самом верху, да, там, тем лиды, всякие принципы, синер-разработчики и так далее. Ну, пострадают, конечно, потому что им придется, ну, там, отсеивать всех этих людей на собеседование, там, и так далее. Но не так сильно, как, например, пострадают те, кто собираются войти в IT. И интересно еще такой нюанс, что я хотел бы сказать. Я могу понять людей. Люди хотят, ну, просто нормальной жизни, нормальной работы, нормальной, ну, как бы сказать, ну, всего просто нормального. То есть, возможно, они бы даже не хотели становиться синерами, их бы устроила вполне себе зарплата медла, которая тоже достаточно высокая в IT. Они бы просто работали, получали удовольствие, занимались бы своим любимым делом и так далее. И вот для них, для них это тоже кажется, ну, типа, несправедливым. Почему так сложно? Почему люди какие-то вошли, да, а для меня уже, получается, портальчик-то закрылся. И я могу их понять, ну, то есть, действительно сложно винить людей за то, что они хотят нормально жить. И, действительно, в этом виновата, ну, в каком-то смысле вся система целиком, да, потому что, когда ты, ну, говоришь о том, что у тебя, например, условно врач в районной поликлинике получает там 40 тысяч, да, разработчик получает там условно 500-600, ну, так в месяц, да, вот такой вот диапазончик, да. Пускай там один в районной поликлинике работает, другой в Москве, например, да. У человека возникает вопрос, а что профессия врача менее ценная, да, чем, например, профессия разработчика. Я не говорю, что профессия разработчика не ценная, она очень ценная, потому что врачи, в том числе, работают с компьютерами, с информационными системами, с приборами всякими и так далее. Никто не будет отрицать то, что врач ценная профессия. Однако, они получают, конечно же, не столько денег. Можно понять стремление людей, но, вот, к сожалению, я никак не могу понять стремление людей, которые делают это вот таким мошенническим способом, потому что они, в том числе, закрывают дорогу тем, кто хочет войти. Такой небольшой вот анализ, что есть, мы провели, давайте так, что будет. Ну, это, скажем так, некоторая вероятностная модель, то есть, я не говорю, что так будет 100%, потому что 100% вам сказать не может никто, даже бабка Ванга, да. Но, как я уже говорил, я думаю, что защищаться от этого будет все сильнее, рано или поздно просто ведут цен с повышенным образованием. Система до сих пор дырявая, безусловно, тут ничего нельзя сказать. То, что пропагандирует у нас Антон Назаров и вот его это стая, так называемая, да, это работает. Я ничего не могу здесь сказать. Это работает, это какое-то вот, ну, какому-то количеству людей помогает обмануть работодателей, и помогает устроиться, потому что система дырявая, потому что, как я уже говорил в видео про отличие джунов, миддлов и синеров, да, если что, оно вот наверху будет. Нет какого-то объективного стандарта, объективной сертификации или еще чего-то объективного, за что можно зацепиться при устройстве на работу. Поэтому система дырявая, все очень необъективно, поэтому, да, такие вот ситуации, они срабатывают. То есть, когда вы себе прилицовываете опыт, да, действительно, это поможет обмануть там рекрутера, поможет обмануть даже вашего собеседующего, у вас разработчика и так далее. Лавочка прикроется рано или поздно, я надеюсь, по крайней мере, я в этом точно поучаствую. И, соответственно, станет в итоге плохо всем. Что делать вам? Я, ну, тут не могу ничего сказать. То есть, я, естественно, за то, чтобы, ну, подумайте, да, когда вы это делаете, подумайте. И, во-первых, это и вам может оухнуться, ну, и, соответственно, то, что я говорил уже, да, система тоже будет выглядеть, ну, не очень. Ну, то есть, система к этому тоже адаптируется со временем, и вы, как бы, делаете хуже всем. Но я думаю, что вот то, что вы делаете хуже всем, это волнует всех вообще вот, ну, типа, в самую десятую, там, пятнадцатую, последнюю очередь. Да, потому что всех волнует исключительно я, а где мне брать деньги? Ну, вы можете мне сказать, типа, Алексей, ну, хорошо, ты вот говоришь, что, в принципе, я, возможно, даже с тобой согласен, да, что вот это вот не очень честно, это вредит всем. Ну, а что делать-то тогда? Ну, вот, я хочу стать разработчиком. Во-первых, с моей точки зрения, я бы сказал, что, ну, надо определиться, вы точно хотите стать разработчиком? Или вы хотите срочно бабла заработать? Я понимаю, что одно, ну, там, типа, без другого, наверное, не бывает, то есть, зарабатывать деньги, как я уже говорил, нормально. Но вот вопрос, соответственно, если вы хотите стать разработчиком, ну, типа, а зачем вам для этого врать в резюме? То есть, для этого нужно обучаться, для этого нужно писать программы, для этого нужно участвовать в проектах, в open source, возможно, изучать языки программирования, что-то делать и так далее. Вот тогда вы станете разработчиком. А потом, соответственно, через некоторое время вы сможете пройти, вот, например, есть же стажировки, которые есть там у Тинька, у Авито, у Яндекса, не помню, еще у кого-то видел, у Сбера, по-моему, которые они выкладывают периодически. Да, там очень сложные вопросы, реально очень сложные вопросы, но если вы хороший разработчик, и вы им стали, то это вполне то, что вы можете пройти. То есть, да, вы получаете знания, и вы, соответственно, проходите вот эту вот собеседовую стажировку. Но даже без этого. Несколько вещей, которые я вот пока думал, ну, скажем так, придумал. Большинство из вас, большинство из вас, скорее всего, работает в какой-то компании. Возможно, вы работаете в крупной компании, поскольку мои видео смотрят люди совершенно разных профессий. Капитаны дальнего плавания, я видел таких комментариев, врачи, юристы, риэлторы, слесари и так далее. Я не знаю, в какой компании и на какой должности вы работаете. И я не могу вам дать какого-то универсального рецепта, но вы работаете в какой-то компании. В этой компании наверняка есть какие-то люди, которые отвечают за автоматизацию. Например, сисадмин. Если у вас крупная компания, то у вас может быть свой отдел разработки. Соответственно, это может быть разработчики, ручные тестировщики и так далее. Ну, то есть, не надо бросать текущее место работы. Возможно, оно вас задолбало. У вас в компании есть люди, которые вот этим занимаются, которые могут помочь вам войти в вашей компании. Это на самом деле штука, которая почти всегда работает. То есть, если вы через своего руководителя и так далее поспрашиваете, кто у вас этим занимается, потом, может быть, напишите ему письмо, пообщаетесь, ждете какой-то контакт, попросите дать вам какие-то элементарные задания, будете их выполнять постепенно. Таким образом, постепенно вы переползете в новую для себя профессию, ну, а там уже, соответственно, можно как-то двигаться. Я же вижу другой маршрут. То есть, в основном, типа, я хочу зарабатывать много денег, мне в каком-нибудь там гигфекторе сказали, что это, я не знаю, там, мобильный разработчик на Android, пойду-ка я писать на Android. Вот этот путь, он плохо работает, потому что, во-первых, вам, по большому счету, похерче делать, вы все равно ради денег идете, да, объективно. Но вы идете почему-то там, где вот вы едете по той дороге, которая 5 километров, в которую прутся все, потому что там пробка, ну, вернее, потому что там коротко, и там пробка из-за этого. А по объездной никто не едет, потому что там 20 километров, и там никого нет. Потому что это, ну, это долго, блин, ну, что я там буду, 2 часа ехать, что ли? Я лучше тут 3 часа в пробке постою, да, вот это примерно то же самое. А вот путь, который я говорю через работу, он вполне себе рабочий, возможно, не очень, как сказать, не очень популярный. Я с таким редко достаточно сталкиваюсь, вот. Но, тем не менее, он рабочий. Еще один путь, который я могу порекомендовать, если вы работаете в какой-то сфере, вы наверняка знаете предметную область вашей вот работы максимально, ну, вот, максимально дотошно. То есть вы знаете все детали, чем страдают люди и так далее. И наверняка у вас были мысли, ну, может быть, у вас были мысли, что-то из разряда, блин, а давайте, ну, типа, почему вот такого нет? Вот, блин, было бы так удобно на самом деле, вот если бы был такой сервис. То есть, не знаю, вы риэлтор, например, да, каких-то вам фишечек не хватает, возможно, у вас есть какая-то идея продукта, попробуйте сделать продукт сами. Да, это дольше, речи нет, это дольше. Но вы научитесь делать, и, возможно, у вас появится работа, и это не будет так, что вы каким-то образом, всеми мыслимыми, немыслимыми способами, страданиями прорвались куда-то, да, а потом выяснили, что вы, оказывается, работаете вообще не разработчиком в какой-нибудь компании, которая вам не нравится, делая обязанности, которые вам не нравятся, с людьми, которые вам не нравятся, но там платят, и при этом денег еще платят, скорее всего, не очень много, потому что вы работаете на какой-то очень такой низкой должности. И вы, по сути, живете перспективой. Работаете на мысль о том, что лет через пять у вас станет все хорошо. Ну так зачем, типа, терять эти пять лет, если можно сейчас, возможно, сделать какую-то там, не знаю, приложеньку или еще какой-то продукт, и, возможно, даже он сам по себе выстрелит. То есть, это тоже вариант. Ну и, наверное, еще один вариант, про который я все время говорю, и не устану про него говорить, это кооперация с другими, такими же, как вы, для создания каких-то продуктов. Потому что собеседование штука сложная, и резюме штука сложная. Вот, например, представим себе ситуацию, да, вот в чате у нас писал один человек, он работает в какой-то компании, я уж не помню, три года он сделал свое приложение, у которого достаточно большая аудитория ежедневная, и три года он его сопровождает. Ну, типа, но это он не работает нигде, не работал нигде, не разработчиком, никем. Буду ли я, например, рассматривать такой опыт в резюме? Естественно, потому что это не просто какой-то PET-проект, который вы запилили в Geekbrains'е в конце года, потому что вот вам там так сказали, да, то есть вы ничего на самом деле не познали, у вас все там моковое, все ненастоящее, все в реальной жизни не обкатанное, конечно, это не опыт. А человек, который вот три года поддерживает реальное рабочее приложение с рабочими юзерами, он знает, что такое вот этот баланс между тем, между производительностью, да, и ресурсами, сколько на это затрачивается. То есть он умеет находить этот баланс, он знает ему цену, да, он умеет вот это вот пользоваться этим обоюдоострым топором, которым ты можешь не только пользу нанести, но и себя поранить. То есть вот такие вещи, которые в том числе на работе в первую очередь и нужны. Много кто говорил, что реальная вот работа от того, что тебя на курсах преподают, радикально отличается, радикально просто отличается. Такие варианты, например, есть, можно их попробовать, но если вы вообще сейчас смотрите мое видео и вы вообще не в зуб ногой, скажем так, да, то есть вообще не понимаете вообще, как вы здесь оказались, если почему вы смотрите про программирование, ну, такие задумались, а может быть, блин, все-таки начать программирование, то я обязательно сделаю видео по тому, собственно, с чего начать. То есть вот я ноль, да, с чего мне начать, но я сделаю именно про Android, про мобильную разработку, к сожалению, потому что мой канал называется Mobile Developer. Но какие-то вещи будут применимы, наверное, и к другим профессиям. А на сегодня все. Чтобы не пропустить вот это видео, о котором я говорил, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вот это все блогерское, да, обязательно пишите в комментариях, что вы думаете. И если вдруг у вас есть такая вот история с устройством, с фейковым устройством на работу и так далее, обязательно пишите в комментариях, мы, возможно, с вами сделаем видео, где вот поговорим в том числе уже лично, да, с таким вот человеком. Ну, а если вдруг вы не в курсе, то у меня еще есть телеграм-канал, на котором я выкладываю посты, которые не подходят по формату под вот такие вот видео. Это всякие разные статьи, опросы и прочая-прочая комьюнити история. И, кстати, это очень важный момент, если вы собираетесь вливаться в IT, вам в любом случае нужно становиться частью комьюнити, поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал, там достаточно большой комьюнити, можно в том числе и позадавать какие-то вопросы, если они у вас вдруг остались после этого видео, там в том числе сижу и я, тоже на них отвечаю. Ну, а с вами был Алексей Гладков, канал Mobile Developer, Всем огромное спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok